Он говорит, «Не оставлю вас и не покину вас. Я буду с вами, буду вести вас. Если вы последуете за мной и будете делать то, что я говорю, я пошлю вам процветание и успех». Это обещание всемогущего Бога, у которого есть вся власть, чтобы вести вас и дать вам процветание и успех в жизни. Сегодняшняя тема – время для мужества. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. «Страх является препятствием. Если подумать о том, что он делает, он поселяет тревогу в наше сердце, смущает наш разум и отнимает у нас силы. Он препятствует всему, что мы делаем в жизни. Вообще-то, Бог ожидает, что его последователи не будут боязливы. И вы помните, что в 10 главе Евангелия от Матфея, отправляя учеников в путь и давая наставления, Иисус трижды сказал им в этом отрывке, «Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». И Господь назвал различные явления, которые ученики не должны были бояться. И мы с вами знаем, что на протяжении всей своей жизни Иисус призывал нас верить Ему и не бояться. Но все же мы боимся. И можно назвать конкретные причины, которые наводят на нас страх, и мы посчитали бы их естественными и нормальными. Если говорить об обществе, в котором мы живем, то подумайте о финансовом кризисе, который все мы переживаем. Люди потеряли дома, машины, свое будущее и деньги. Все. Вы представляете себе тот страх, который находит на людей при мысли о разбое и грабеже. Представляете себе все болезни, новые болезни, которые заполонили нашу страну и больницы. От многих из них нет никакого лекарства. Итак, можно бесконечно продолжать список вещей, которые вызывают в нас естественный страх. И вопрос в том, как мы должны реагировать. Нам, последователям Иисуса, показан конкретный способ, как правильно реагировать. Значит ли это, что мы никогда не должны испытывать страха? Нет. Но мы не должны в нем жить. И мы должны реагировать как люди, знающие Господа Вселенной, Который царствует над Вселенной, во власти Которого все, всегда и в любых обстоятельствах, В любом случае, что бы ни произошло, Он проведет меня через это. В отрывке Писания, который я хочу сегодня прочитать, это отрывок из Ветхого Завета, Я хочу прочитать о том, как Бог обращался к одному человеку и тем самым открыл нам путь для преодоления страха. Он открыл нам путь благочестивой, успешной жизни, жизни процветания. Вы скажете, как Бог мог сказать так много в нескольких словах? Потому что в мире нет книги, подобной этой. Это Божье Слово. Это Слово назидания для нас. И хотя мы много читаем из Ветхого Завета, Давайте посмотрим, что сказал Павел верующим в Коринфе в своем письме к ним. Он писал о том, что произошло много-много лет назад. Я хочу, чтобы вы послушали, что сказал Павел в 10 главе. Он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о том, что было прежде. И так далее. 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Речь идет о ветхозаветном времени, когда Израиль не слушался Бога. И снова апостол Павел говорит в 11 стихе. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. По сути, он говорит следующее. Мы должны помнить, что это написано не только народу Ветхого Завета, но и нам, несмотря на то, что нас тогда еще не было. Слово Божье, от бытия до откровения, было написано для нас. Это написано для них и также для нас. Именно так мы учимся жить благочестивой жизнью, жизнью процветания и жизнью успеха. В этом отрывке из Писания я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. Если вы начнете практиковать одну вещь, то Бог изменит вашу жизнь к лучшему. Поэтому, пожалуйста, откройте книгу Иисуса Новина, первую главу. Помните, что происходит в первой главе Иисуса Новина? Израильский народ находится в месте, где Израиль находится на входе в обетованную землю, обещанную им Богом много лет назад. Они прошли через Красное море, совершили исход из Египта на гору Синай и получили там Божий закон. Прошли через пустыню и оказались у входа в обетованную землю. Помните, что произошло, когда Моисей послал двенадцать сегледатов в обетованную землю, чтобы осмотреть ее? Они вернулись и десять из них сказали, мы не сможем войти, потому что там укрепленные города и там живут исполины. Двое из них, Иисус Новин и Халев, сказали, у нас получится, Бог отдал нам эту землю. Однако, люди послушали тех десятерых, и в результате негативное отношение к ситуации десятерых сегледатов подтолкнуло весь народ к решению не идти в эту землю. И поэтому они даже были готовы закидать камнями Моисея и Иисуса Новина и Халева, потому что они не хотели идти в обетованную землю. Они боялись. Бог перевел их через Красное море, через гору Синай, где они получили Божий закон. Несмотря на все это, они говорили, мы не пойдем. И так как они ныли и стонали всю ночь, Бог сказал, ну все, следующие сорок лет, сорок лет, они ходили по пустыне, и все, кому было более двадцати, умерли за это время. И вот Израиль пришел на то же место, и послушайте, что произошло сорок лет спустя. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ сей в землю, которую я дам им, сынам Израилевым. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Это очень сильные слова, потому что в них заложен важный принцип. То, что Бог сказал Иисусу на вину, применимо и к нашей жизни, особенно, когда мы сталкиваемся с трудностями, проблемами, тяготами и всем тем, что вызывает в нас естественный страх. Я точно знаю, что Иисус на вину боялся, потому что Бог говорит ему три раза, будь тверд и мужествен, будь тверд. Он говорит, будь тверд и очень мужествен, и Бог говорит, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Когда Иисус принял Божье повеление, то собрал народ и сказал им все, что повелел Бог. Тогда, в 18 стихе этой главы, первой главы, услышав, как Бог говорит с Иисусом на вину, люди сказали. Стих 17. «Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя, только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как он был с Моисеем». Теперь слушайте. «Всякий, — это говорят люди, — всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Даже люди говорили Иисусу на вину, будь тверд и мужествен. Вы можете сказать, а каким образом это относится ко мне? Когда вы оглядываетесь и видите, что происходит вокруг, вы понимаете, что многое из происходящего сегодня очень пугает людей. Итак, глядя на этот отрывок, я понимаю, что то, что требовал от него Бог, было очень трудно исполнить. Послушайте, что Бог сказал ему. «Иисус, Моисей умер, теперь ты вождь. Я буду с тобою, но ты должен перевести народ в обетованную землю». Я думаю, что такие слова вызвали бы страх практически у любого, и поэтому Бог сказал ему три раза. «Будь тверд и мужествен». «Будь тверд и мужествен». «Будь тверд и мужествен». Вы когда-нибудь слышали, как Бог говорит вам это? «Будь тверд и мужествен». «Не страшись и не ужасайся». Ведь поймите, каждый из нас в жизни столкнется с тем, от чего нам станет страшно, с тем, что будет представлять для нас трудность. И мы будем оглядываться и говорить, как это может быть, как я с этим справлюсь, как это вообще может разрешиться. И причиной тому – наши сомнения и страхи. Иногда маленький страх может перерасти в большой, но на все это есть ответ в этом отрывке Писания. На мой взгляд, это один из наиболее важных отрывков в Ветхом Завете, потому что нам нужно жить и знать, что делать со страхами, тревогами и всем тем, что смущает наш разум, что лишает нас жизненных сил, что не дает нам делать то, что мы хотим делать. И ключ к решению этой проблемы лежит в этом отрывке из Писания. Теперь давайте дадим определение мужеству. Я вывожу это определение на экран, потому что хочу, чтобы вы его записали. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что быть мужественным – это не просто быть упрямым и несгибаемым. Посмотрите внимательно. Мужество – это свойство разума или духа, помогающее нам встречать опасности, враждебность людей и или жизненные трудности бесстрашно, спокойно и твердо. Это не означает, что нам не будет страшно. Что такое мужество? Мужество – это то, как нужно встречать страх. Как? Бесстрашно, спокойно и твердо. То есть, когда все это наваливается на нас, нам не обязательно опускать руки, сдаваться и говорить, что же мне делать. Бог сказал, будь тверд и мужествен. Будь тверд, будь решителен, будь уверен. Одна из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, состоит в следующем. Многие люди не верят, что Бог может говорить с ними. И одна из основных причин, почему люди так думают, заключается в том, что в их жизни происходит что-то неправильное. Вина, страх, сомнения. Все это не дает Божьему Слову прийти в наш разум. И поэтому очень часто верующий человек молится и просит Бога показать, что нужно делать, но на самом деле это оказывается труднее, чем казалось. И поэтому вы решаете попробовать что-нибудь еще. Задайте себе вопрос, почему вы не доверяете Богу? Если Бог скажет вам что-то делать, помните, кто говорит с вами. Это всемогущий, всезнающий, всевышний Бог, который знает ваше будущее, знает каждую деталь вашей ситуации и знает всю степень опасности. И чего Он хочет от вас? Он хочет, чтобы вы следовали Его инструкциям. Не следовали инструкциям друга или кого-то еще, но делали именно то, что Бог говорит вам. Бог дает вам наставление, потому что Он желает сделать что-то в вашей жизни. Послушайте, Он никогда бы не скрыл от вас свою волю для вашей жизни, если она у Него есть. И Он никогда бы не призвал вас делать что-то, не дав то, что дал Иисусу на вину. Задача стояла сложнейшая, но смотрите, что Бог сказал Ему. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. Бог говорит в начале пятого стиха. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как Я был с Моисеем, так буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Бог говорит «Я буду с тобой». Стих пятый. «Не отступлю от тебя и не оставлю». Слушайте внимательно. С момента вашего спасения, в тот день, когда вы получили спасение, эти три обетования принадлежат вам. «Я буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Вы верите в это? Скажите «Аминь». Вы точно в это верите? Хорошо. Послушайте, что говорит Господь. «Я буду с тобою, я не отступлю от тебя». И это вы можете провозгласить сегодня. «Я не оставлю тебя». А теперь давайте перейдем к седьмому стиху. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». «И что потом?» Обещание. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся». Вы видите, что Бог снова, снова и снова дает эту заповедь, и затем Он говорит, «Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Если вы последователь Иисуса Христа, то на вашу жизнь распространяются Божьи обещания. И поэтому, с чем бы вы ни столкнулись, помните, у вас есть обетование Его присутствия. Он будет вести вас и сопровождать вас. Он будет с вами. «Я не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Вы можете мне доверять. Вы можете на меня рассчитывать. Вот он ключ. Вот часть этого отрывка, о котором большинство людей никогда не задумывается. Это просто проходит мимо них. Поэтому слушайте внимательно. Давайте перескочим на восьмой стих. Это вторая часть Божьего обещания. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В чем же ключ? Смотрите, здесь сказано «поучайся в ней, размышляй о ней день и ночь». Что значит размышлять? Могу сказать, что это не значит. Размышлять – это не значит прочитать всю Библию за год. Это не размышление. Это не значит быстро прочитать Библию утром перед тем, как пойти на работу. Давайте посмотрим. В этом стихе размышление означает, что я буду не только читать, но и обдумывать. Не только обдумывать, но как бы постоянно прокручивать в голове. Я буду соблюдать то, что говорит Бог. Я буду стараться применять это в своей жизни. Я буду задавать ему вопросы. Что ты говоришь мне, Господь? Ты сказал. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Ну а как мне быть твердым и мужественным? Не страшись и не ужасайся. Но иногда я чувствую, что страшусь. Я немного унываю. Ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Ты действительно будешь со мною везде, куда я пойду? Во всем, что я буду делать? При желании мы могли бы взять этот стих и продолжать, продолжать и продолжать. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Размышления — это не только чтение. Размышления — это когда ты читаешь, веришь в прочитанное, впитываешь, применяешь в своей жизни и задаешь вопросы. Когда вы начинаете размышлять над отрывками Писания, ваш дух успокаивается. Послушайте. Ваш дух успокаивается, и страх начинает растворяться. Ваш дух успокаивается, а сердце начинает очищаться. Это потому, что когда вы размышляете над Божьим Словом, вы вносите святое Божье Слово в свою жизнь, в свой разум, в свои мысли, в свое сознание и подсознание. Слово успокаивает мой дух, очищает сердце. Поэтому, чем больше я читаю, тем больше понимания я получаю. Чем чище ваше сердце, тем яснее ваше понимание Божьего Слова. Ваше восприятие обостряется, проясняется направление. То есть вы просите Бога дать вам направление. Таким же образом, когда вы размышляете над отрывком, ваша вера возрастает. Это потому, что вы начинаете верить тому, что говорит Бог. Ваше видение Бога расширится. Когда вы читаете 41 главу Исаии, посмотрите, что Бог планирует сделать в вашей жизни и как Он собирается это осуществить. Происходит следующее. Ваше видение Бога, ваша вера в Него возрастают. Ваше понимание Бога расширяется. И что? Все начинает изменяться. Вот почему Он сказал, размышляйте над Словом. Размышляйте день и ночь. Не уклоняйтесь от Него ни направо, ни налево. Не слушай все это. Не смотри на все это. Размышляй над Божьим Словом. Сфокусируй внимание на Нем. И Господь приведет тебя к успеху. Кто-то скажет, а как жить христианской жизнью? Если бы можно было объяснить это в двух словах, я бы сказал, размышляйте над Божьим Словом день и ночь. Не уклоняйтесь от Него ни направо, ни налево. Пусть оно не отходит от ваших уст и глаз. Не уходит из мыслей. Другими словами, в этом весь секрет. Размышление над Божьим Словом – это ключ ко всему. Размышляя, вы обретаете Божий взгляд на жизнь. Размышляя о Боге, мы все больше и больше познаем Его. Бог не оставит вас, не покинет и не подведет. Вы не проиграете. Невозможно проиграть, если вы, если размышления над Божьим Словом являются основой ваших отношений с Господом, как это и должно быть. Теперь я хочу записать на доске 5 вещей. Это действия, которые развивают нашу смелость. Хотите возрасти в мужестве? Смотрите. Номер 1. Размышление над Словом Божьим становится нашим компасом. Если я пребываю в Слове, Бог покажет мне, как пройти трудности или проблемы, даст нужное направление. Это номер 1. Слово становится нашим компасом. Номер 2. Есть один способ, который укрепляет нашу смелость. В трудные времена вспоминать примеры Божьей верности. Что происходило, когда вы сталкивались с трудностями в прошлом? Вы взывали к Богу. Вы открывали Слово и читали пару псалмов. И что делал Господь? Он проводил вас через ситуации, с которыми вы сталкивались. Вы ничего не знали о размышлении. И посмотрите, сколько раз Он проводил вас через тяжелые обстоятельства. Теперь, номер 3. Наблюдать за мужеством и результатом других людей. В своей жизни я смотрю на то, как Бог благословляет других людей, через что Бог проводит их. Я беру пример и получаю ободрение. Вы видите, с какими трудностями сталкиваются другие люди, как они уверенно преодолевают их, полагаясь на Бога. Вы видите, как Бог дает им преуспевание, дает успех в их делах. Задайте себе важный вопрос. Большинству людей не хочется этого делать. Вопрос такой, что произойдет, если я не сделаю этого? Если я не послушаюсь Бога, то что случится? Что будет, если я ослушаюсь Его? И последнее, вспомните Божье обещание. «Я буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Бог говорит, «Я никогда не покину и никогда не оставлю тебя. Я буду с тобой. Если ты будешь следовать за мной и делать то, что я говорю, то я сделаю тебя успешным. Ты будешь преуспевать». Это обещание всемогущего Бога, у которого есть вся власть направлять вас и дать вам успех и преуспевание. Я не говорю о подходе «провозглашай и требуй». Вы можете много чего провозглашать, но никогда не получить. Но когда вы размышляете над Словом Божьим, Господь покажет вам, что провозглашать. Известно ли вам, что делает Бог каждый раз, когда вы читаете Его Слово и ваш разум впитывает истину? Происходит следующее. Вы больше и больше становитесь похожими на Него, потому что думаете так, как Он. Вы видите, как Он самым чудесным образом действует в вашей жизни. Вы видите, как Он отвечает на молитвы, на которые раньше не было ответа. Вы видите, как Он действует в ваших отношениях с людьми. Почему? Потому что вы сосредотачиваете внимание на Нем и в этом ключ ко всему. Если я концентрируюсь на проблеме, она будет становиться все больше и больше, будет расти. Если я концентрирую внимание на Боге, то проблема съеживается. В присутствии святого, всемогущего, чудесного, неописуемого, непостижимого Бога любая проблема сводится к нулю, потому что Он всемогущий Бог. Возможно, вы не христианин. Вы думаете, ну, не очень-то верится в это. Вы не верите, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вы не думаете, что Он Бог. Ну, вы можете умереть с этим. И знаете что? Однажды вы скажете, «Если бы я только послушал, если бы я доверился Ему, ваша жизнь будет разрушена». Если вы доверитесь Иисусу Христу, то Он простит ваши грехи. Он шел на крест, как Божий Сын. Он умер не как преступник. Его смерть была искупительной. Он умер, чтобы полностью заплатить за долг греха. С того момента, как вы поверите в Него, как в своего личного спасителя, Дух Божий войдет в вашу жизнь. Дух просвещает вас, учит вас и помогает понимать Его Слово и как жить благочестивой жизнью. Но пока вы этого не сделали, вы одиноки. Ваши друзья не всегда будут рядом. Ваши родители не всегда будут с вами. Без Христа вы остаетесь один на один со своей жизнью. Вы скажете, «У меня много помощников». А вы уверены в них? А если они передумают помогать вам? Видите ли, на самом деле у вас не может быть в жизни мира удовлетворения и радости без Бога. Истина в том, что без Бога ваша жизнь не может быть успешной. Вы скажете, «Давай я скажу тебе, кто я. Меня зовут так-то и я один из миллиардеров». Но это не значит, что вы успешны. Успешны вы тогда, когда живете благочестивой жизнью. Послушайте, кто решает, успешны вы или нет? Голливуд? Политики? По каким критериям судить, что вы успешны? Есть только одна личность, чье мнение о том, успешны ли вы и я или нет, должно волновать меня и вас. И это всемогущий Бог. Наша цель не в том, чтобы быть успешными в глазах этого мира. Наша цель в том, чтобы быть успешными в глазах Бога, ходить Его путями, следовать Его воле, повиноваться, исполнять Его планы для вашей жизни. Вот это успех. С того момента, как вы доверились Христу как своему спасителю, у вас появился тот, кто живет в вас и помогает все это делать. Перед нами стоит выбор. Я могу встретить жизненные трудности либо с Богом, либо без Него. Если вы мудры, то вы встретите эти ситуации вместе с Богом. Отец, мы благодарны тебе, что ты сделал все таким простым и понятным. Либо мы доверяем тебе, либо нет. Либо мы слушаемся тебя, либо нет. Сосредоточить внимание на твоем слове и впитывать его, это значит принимать тебя в нашу жизнь. И жизнь не остается без изменений. Я молюсь, чтобы каждый слушающий и смотрящий принял это слово к сердцу и понял, что ты дал нам формулу, и она проста. Теперь решение за нами. Во имя Иисуса. Аминь. Иисус. Иисус. Иисус.